Дисней Знаменитую песню на этот гол должна была исполнять именно она, но создателям показалось, что песня для такой злодейки, как Хельга, слишком мягкая и нежная. Как мы всем знаем, у Холодного Сердца было очень много сюжетов, и я расскажу лишь о некоторых. Первое. Существовало две сестры, Хельга и Анна. Хельга также обладала магией, да, но была злой, в отличие от Эльзы. Она не любила даже собственных родителей и сестру. А дальше все по стандарту. Коронация, бал. И вот как раз на балу и произошел инцидент. Хельга убегает на Северную гору не из-за своего страха, а из-за ненависти ко всему живому. Она могла обращаться со своей магией гораздо лучше Эльзы, так как постоянно тренировалась в своей комнате. Намеренно заморозив Эринделл, она построила замок на горе и создала армию снеговиков-убийц. Анна, Кристоф, Свен и Олаф отправились на Северную гору с целью растопить сердце Хельги. Кстати, Олаф был первым дефектным снеговиком из армии Хельги. У ребят не удается внушить Хельге, что она на самом деле добрая и ничего не остается, кроме того, как убить ее. Как они покончили с ней, мне пока неизвестно, но в конце она погибает. Второе. Хельга также всех ненавидела. Вот только изначально она не обладала магией. Хельга после того, как сбежала из королевства, долго скиталась по лесу и наткнулась на домик колдуньи, который дала ей силу льда. А дальше все та же сцена. Она в конце погибает. Единственное изменение в третьем варианте – это то, что Хельгу родители посадили в башню. И дальше все та же песня. Колдунья армия снеговиков-убийц и ее погибель. Четвертое. В четвертом варианте существовало уже три сестры. Добавилась Эльза. Анна и Эльза дружили и постоянно играли вместе. А Хельга, в отличие от них, любила одиночество и пустоту. Хельга каждый день училась управлять своей магией, частенько проверяла ее на слугах. Эльза пока еще не знала о своей магии. Девочки выросли. Хельгу короновали. Она сбегает на Северную гору, создает снеговиков и ведет войной на Эриндал. Эльза по обычной случайности узнает о своей силе и каким-то образом замораживает Хельгу в конце. Еще существуют три других концовки. Та, где Хельга падает с обрыва, где она убежала и зариндала навсегда. И та, где ее посадили в специальные оковы, которые сдерживают ее магию и отправили куда подальше. Я даже слышала, что Хельга и Ханс должны были вместе завоевывать Эриндал, а сам Ханс обладал силой огня. Ну, есть даже видеоролик со сценой, где он колдует. Но я не знаю, правда это или нет. Лично мне кажется, что нет. Ну, это уже вам решать. Также есть информация, что Хельга появится в Холодном Сердце 2 и будет наводить там свои порядки. Это возможно, да, но пока это только догадки фанатов. Я перечислила лишь небольшую часть вариантов Холодного Сердца. Так перечислять можно и до конца жизни. Вот какая богатая фантазия у создателей этого замечательного мультфильма. Вся информация, которая содержится в этом видео, неподтвержденная, но все же она есть. В комментариях можете написать, о чем бы вы хотели узнать в следующем видео. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А также вы можете посетить мой паблик ВКонтакте. Ссылка в описании. Ну что ж, до новых встреч. Покемон. Субтитры сделал DimaTorzok